Ну, все за ворота затопило, все это, все за дело. И он дальше зайдет теперь. Улица Корчагина в деревне Татарская теперь не улица, а натуральный каток. Вода из местной колонки течет прямо на дорогу. Вот Владимир Федорович пробирается к своему дому. Скользко, но он держится, говорит, привык. А вот жена его, Лидия Николаевна, по ледяной дороге ходить боится. Конечно, невозможно. Я вообще не выхожу. Вот дед идет, а я туда боюсь идти. Там убьешься. Я вот вчера вынужденно сходила, так я не знаю, кричала ему, говорю, выходи, иначе я упаду здесь. Сколько лет этой колонки жители и не припомнят. Знают только, что старая она очень. Обещали ее ремонтировать, но не случилось. И вот недавно трубу прорвало, и уже третий сутки колодец наполняется доверху. А дальше вода течет на тропинку, к воротам домов и даже в ограды. Периодически приезжает машина, чтобы воду откачать, но уже через пару часов колодец заполняется снова. Она вон уже набралась практически половина за час. Вы представляете, она через час через два пойдет опять. Страдает от неисправной колонки на улице Корчагина около 10 домов. Вот, например, здесь просто сняли калитку, потому что в один прекрасный день не смогли попасть к себе домой. А в этом дворе вода залила всю дорогу. И одно неловкое движение, и можно провалиться под лед. Из-за порыва трубы есть и еще одна беда. Все дома, которые запитаны от колонки, теперь без воды. И люди покупают ее в магазине или привозят с работы. Включая воды нет, так как прорыв в колонке, вся вода уходит в колодец, в шланге воды нет, естественно, воды у нас нет. На злосчастную колонку жители уже и жаловаться устали. Никому до их деревенского водопровода, говорят, дела нет. Они ничего не делают. Вообще вот этот водоканал, вот приехали, откачали, все проблемы. Постоянно проблемы с этой колонкой. Трубы старые, постоянно бегут. Либо нет воды, не накачают башню, либо здесь какой-то прорыв. Но летом это не видно, а зимой оно идет через верх все. И вот у нас, допустим, нет воды в доме, не только у нас, у кого проведена. В местном сельсовете говорят, что за колонку они не отвечают. Ей занимается обслуживающая организация. Но все же обещают, что долгожданный ремонт скоро начнется. Сегодня объяснили, что заказан материал, ну, делать-то из чего. И завтра должны приехать все-таки и устранить. Но проблема все равно, видите. Весной будет и в погребе вода, и везде. И говорю, хотя бы вот сейчас откачали, приедьте вечером, чтобы за ночь хоть не было такого наплыва воды. Сказали, приедем обязательно. А жителям деревни Татарская теперь только и остается верить этим словам, ждать слесарей и весны, чтобы их колонку починили, а каток, наконец, растаял. Юлия Чепчис, Иван Дорофеев, Енисей. Новости.